всем привет ребята наконец пришла та самая долгожданная посылка самый мощный диодный лазер в республике беларусь мощностью в целых 30 ватт многие не поверят что такого лазерного модуля еще ни у кого нет а я вам скажу что данный лазерный модуль пришел прямо напрямую из завода еще такого никого нет коробка еще тепленькая только с производства опять же кто смотрел предыдущее видео видел что старый лазерный модуль который был мощностью 18 ватт без проблем резал двухсантиметровое дерево что же сможет этот лазер мы узнаем естественно сегодня или в ближайшее время так что если заинтересовались что это за пушка естественно оставайтесь на канале естественно не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео само собой это видео оценить и подписаться как видно в комплекте идет у нас шланг такой вот силиконовый пригодится будем использовать далее вот такой уже на этот раз огромный проспект он же рекламный он же инструкция как я подозреваю здесь указаны основные данные то что оптическая мощность данного лазера 30 ватт плюс значит требования к питанию 24 вольта 5 ампер то бишь довольно серьезный агрегат да в этот раз проспект конечно совсем красочным и чуть попозже посмотрим скорее всего отдельно соответственно есть таблица выбора расстояния для определенных материалов что важно так что же у нас есть в комплекте в комплекте у нас само собой идет мощный блок питания который может обеспечить 24 вольта 5 ампер подробнее потом все рассмотрим кабель для подключения нашего лазерного модуля соответственно кабель питания 220 для блока питания помимо этого есть еще вот такое вот будем разбираться для чего возможно просто нам не все понадобится вот такой вот классический переходник такой же как и в прошлом модуле переходник этот классная штука потому что мы сможем этот лазерный модуль подключить к любому из станков потому что здесь есть универсальные выходы естественно в комплекте у нас есть ключи все которые могут понадобиться и также винты для сборки и как я понимаю крепежа далее у нас вот такая вот алюминиевая переходная пластина для регулировки типа ласточкин хвост как видно потом все это поближе посмотрим будем разбираться дальше ну и собственно сам лазерный модуль самая важная вещь этой посылки она же и самая дорогая лазерный модуль мощностью к 30 самый мощный лазерный модуль на данный момент который можно себе вообще позволить эта новинка как всегда только на канале делай все сам в этот раз еще более мощный блок питания используется 24 вольта 5 ампер он еще больше чем предыдущий здесь у нас разъем под 220 ну а с обратной стороны классический папа основной кабель для подключения и какой-то дополнительный с которым будем разбираться не факт что не надо оба классический адаптер от лазер фри позволяет подключаться к любым управляющим платам что удобно все подписано в инструкции естественно есть данные ну и кое-что из видео расскажу я вот такое решение от производителя крепление типа ласточкин хвост обе части соответственно ответная и основная для регулировки уровня нашего лазерного модуля предварительный а вот и та самая запасная линза которая может со временем пачкаться и ухудшать работу лазера в комплекте есть запасная что круто и собственно сам лазерный модуль самая дорогая интересующая нас вещь во всей посылке как видно что изменено здесь у нас будет выводиться температура чтобы мы не перегрели также у нас есть светодиод обозначающий питание и сигнал как я понимаю перегрузки помимо этого сверху у нас имеется подключение для подачи воздуха а также если я не ошибаюсь кнопка для включения сигнала о превышении температуры модуль полностью переделан вентиляторы находятся с боков теперь их уже два высокоборотистые качественные вентиляторы использованы в данный раз классное решение теперь не требующие защиты глаз то есть теперь можно использовать модуль не одевая очки но очки все равно не забываем использовать потому что все таки это очень мощный и опасный лазер еще одна фишка этого лазерного модуля теперь у нас есть прицел будет крестообразный красный лазерный указатель вот как это выглядит внутри там у нас находится драйвер здесь у нас установлен колпачок для подачи воздуха справа направляющая для выбора высоты до заготовки вот как реализована регулировка отпускаем выставляем высоту и фиксируем то есть тут такой типа а-ля эксцентриковый механизм зажимающий классное решение теперь нам не надо бегать искать линейку подлаживать какие-то пластиковые калибровочные пластинки сейчас все будет намного проще тем самым ограничивая по высоте наш лазерный модуль то есть настройка теперь очень простая и быстрая как видно указано 30 ватт 30 настоящих оптических ватт поэтому поэтому этот лазер совсем другого уровня ну и обязательно предупреждающие таблички шути с данным лазером не стоит надо обращаться с ним очень аккуратно дальше будем цеплять на наш лазерный станок и будем смотреть какая реальная его мощность будем производить естественно опыты так что все впереди подключаемся и ждем новых видео и так что у нас по факту основа у нас будет одна и та же это станина лазерман от флайнбир на которую уже посажена предыдущая версия данного лазерного модуля мощностью 18 ватт устанавливать же мы будем естественно вот эту уже 30 ваттную версию модуля ну а для общего понимания штатно вообще в комплекте шел 5 ваттный лазер понятно что чтобы поставить новый свежий модуль нам придется обязательно снять старый и как оказалось проще всего этого сделать это прогнав по соединению типа ласточкин хвост просто насквозь вниз по замене старого лазерного модуля конечно казались немножко есть нюансы дело в том что раньше был 5-проводной штекер в новой же версии они уже используют 3-проводной и это надо учитывать откручиваем все болты и винты и старый лазерный модуль почти свободен но держится на пластиковой трубке подачи воздуха собственно ее мы тоже выщелкиваем и на данный момент по самой разборке все вот как выглядит старый лазерный модуль с моими доработками а вот и наглядно как видно разница в самих подающих проводах но это мелочи а вот вам и подробное сравнение двух титанов по сути по высоте они почти одинаковые но по габаритным размерам конечно же 30-ти ваттный будет чуть-чуть побольше а вот и немного удачи как оказалось штатное крепление ласточкин хвост подходит к новому круто не скажу что сейчас сделаю правильно но я беру к штатному ласточкин хвосту прикручиваю значит ласточкин хвост от нового лазерного модуля это немножко увеличивает смещение от нашей направляющей оси икс это делает еще более консольным крепление нашего лазерного модуля но зато монтаж намного быстрее и как видно я сделал это буквально за пять минут в общем все пока идет хорошо сделано почти 80 процентов работы и это круто далее нам надо протянуть другой провод питания опять же из-за того что фишка стала на 3 пина а раньше была на 5 в принципе расчехляем всю гофру и выбрасываем старый провод работа не пыльная и как оказалось довольно интересная теперь нам само собой понадобится новый провод питания для чего мы его и распаковываем и собственно обратная технология та же берем наш провод вставляем в разъем далее запихиваем все назад в чехол хочу отметить что в гофре у меня внутри лежал еще один желтый провод он идет как провод заземления и если у вас такой провод заземления в станке изначально предусмотрен обязательно подключите его к лазерному модулю модуль не дешевый и убить его каким-нибудь статическим электричеством по глупости было бы наверное не очень красиво механически закрепляем гофру как на самом лазерном модуле так же и с обратной стороны собственно там где находится сам адаптер для подключения к самому лазерному модулю буду использовать трубку шедшую в комплекте это обычная такая силиконовая или пвхшная трубочка но учитывая что я сторонник отсутствия потерь сразу же я погоню своей трубкой пвх которая намного больше диаметром а значит будет меньше потерь по воздуху а это улучшит обдув это хорошо настоятельно рекомендую обязательно соединять между собой гофру и трубку подачи воздуха все должно быть аккуратно и работать четко делайте сразу красиво и хорошо итак проводим ручное тестирование в данном случае проверяем нет ли каких-то косяков в заедании так что добавлю короче переналадка заняло где-то ну по честному полчаса где-то пришлось немножко поковыряться там поискать хомуты которые я не сразу не нашел но по факту как видно все подключено и по сути наш лазерный модуль готов к работе где я брал этот лазерный модуль естественно ссылка будет под видео отвечаю конкретно только за этого поставщика потому что в сети скорее всего есть уже и похожие версии короче самое главное что тот который я тестировал именно вот этот который вы сейчас видите на экранах реально крутой и мощный лазерный модуль короче я его рекомендую скажу даже больше рекомендую дважды потому что я уже беру у них второй лазерный модуль и предыдущий и данные работают четко опять же мне начали высказывать что дорого недорого здесь 6 лазерных диодов мощностью в пять с половиной ватт это очень недорого поверьте мне итак у нас есть полностью собранная станина подключенный лазерный модуль очки для защиты глаз очки для гостей которые зайдут в гости обязательно должны лежать на столе есть также инструкция в которой мы будем подсматривать данные например для резкие гравировки и ноутбук который будет по Wi-Fi управлять всей этой системой далее проверяем вся ли система в работоспособном состоянии не заедают ли нигде оси в принципе все почти готово запускаем программное обеспечение еще раз контрольно все проверяем и запускаем наш лазерный станок далее нам следует проверить движение осей но уже на программном уровне управляем вручную как видно все работает окей меня часто спрашивают зачем кнопка разблокировки осей показываю разблокировали переместили куда удобно и заблокировали теперь показываю зачем нужна кнопка на адаптере включаем в общем суть ее в том что мы можем отключать время на максимальную мощность далее заходим в меню настроек Wi-Fi переписываем наш IP адрес данный IP адрес вбиваем в браузер на нашем ноутбуке понятно что до этого что принтер что наш ноутбук должен быть подключен к какой-то Wi-Fi точке или роутеру это нам по сути дает возможность дистанционно управлять перемещениями станка также обнулять точки и позиции в том числе и домашнюю но основная фишка это забрасывание наших файлов дистанционно в память нашего гравера ну а сейчас на видео вы увидите как работает дистанционное управление нашим гравером то бишь мы ничего не нажимаем все нажато в браузере но так как все ждут конечно же опытов по резке какой-нибудь толстой древесины создадим вот такой вот простейший файл просто прямоугольник но с определенными параметрами конкретно под резку значит я решил задать два прохода вдруг не справится и выставить скорость 200 миллиметров в минуту а также мощность пока 80% ну а сейчас предпросмотр как это все будет происходить по сути два прохода так как у нас лазер теперь будет мощностью 30 ватт создаем соответствующую папку чтобы сохранять туда файлы ну и файл соответственно называем соответствующий чтобы потом не разбираться что и где и какие файлы обычно прямо в названии файла я записываю все параметры которые у меня выставлены в настройках для простоты теперь заходим в браузер на ноутбуке и забрасываем дистанционно наш созданный до этого файл забросили теперь его главное найти где он вот он включен компрессор и сейчас включаем на максимум обдув все готово теперь запускаем в общем нам даже второй проход не понадобился сантиметр режет за один проход смотрите какой ровненький рез то есть сантиметр мы режем вообще за один проход сантиметр ему пофиг режем так сантиметр и вот 2 сантиметра. 1 сантиметра за один проход. 1 сантиметра за один проход. Будут тесты на максимальное ускорение нашей тяжелой головы, а также тестирование будет на гравировку именно линий, как это я делал в прошлый раз, а также на гравировку именно фотографий. Само собой, в следующем видео будут тесты и нарезку фанеры, которую вы так любите, поэтому важно не пропустить следующее видео. Продолжение следует...